МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сквозь года 26 апреля День памяти о чернобыльской катастрофе. Очень жутко, пусто и тихо, даже птички не поют. Черный миг или вечность. Злоупотребил дружбой. В областном центре мужчина обокрал приятеля. На что тратил похищенные. На радость детям в субботу в городском парке открытие сезона. Развлечение найдется для всех. Приходите, не пожалеете. Чем порадуют организаторы. А также рабочий вопрос, продуктивное сотрудничество и приятный плюс. С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Насколько? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Беларусь вспоминает трагическую дату. 38 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Радиационное загрязнение затронуло большую часть Европы. Основной удар пришелся на Беларусь. В опасной зоне оказалось почти четверть территории. Об истории по атомам Елизавета Липеева. 26 апреля 1986 час 23 минуты 47 секунд. На Чернобыльской АЭС раздается мощная серия взрывов. Черное мгновение разрушает реактор и здание четвертого энергоблока. В атмосферу взмывает 190 тонн радиоактивных веществ. Самая крупная техногенная катастрофа черным лезвием разделяет мировую историю на до и после. Радиоактивное облако накрывает более 20 стран. В тот момент никто не осознает масштаба и непоправимость трагедии. С невидимой смертельной опасностью первыми соприкасаются работники АЭС. Незамедлительно в бой с угрозой идут спасатели. В ликвидации последствий катастрофы участвуют представители различных профессий. Более полумиллиона человек. Каждый настоящий герой с первых дней в поле радиации оказываются и сотрудники органов внутренних дел. Охраняют государственное личное имущество, контролируют пропускной режим на загрязненных землях. Большая техногенная катастрофа. Людей не предупредили, что они могут покинуть свое жилище на долгое время, а может быть и навсегда. Большинство людей думали так и им так говорили, что вы просто уедете на день, может быть, и вернетесь обратно. То есть получалось так. Помимо того, что они оставили свое имущество, оставили на подворье какую-то живность свою, они оставили еще документы, деньги и так далее. То есть наша самая главная задача заключалась в том, чтобы все это сохранить. Синюкая принимает на себя основной удар. 23% территории Беларуси пропитываются опасными веществами, неизгладимой болью. Навсегда отголосок взрыва остается на белорусской земле в судьбах миллионов. Очень жутко, пусто и тихо. Они даже птички не поют. В деревне идешь, шаги слышны друг друга. Как-то оно не по себе. Мы находились в марте 87-го уже внутри 30-ти километровой зоны, отселения, в самой эрекционной зоне. И там и жили. Участники страшных событий помнят каждый день, проведенный в зоне, как будто это было вчера, в память о тех, кого уничтожила радиация, красные гвоздики. Картина была неприятная, можно сказать, ужасная, так как люди плакали. Наверное, по той даже еще причине, что много людей еще помнили Великую Отечественную войну. И вот эту эвакуацию они сравнивали, наверное, с теми событиями, которые были во время войны. Чернобыльской молитве внемлют спустя 38 лет. Помнят каждого, кто ценой собственной жизни боролся с ядерной угрозой. Ветеранам Бобруйской милиции вручают почетные грамоты, денежные премии, выражают безмерную благодарность за участие в ликвидации последствий самой громкой техногенной катастрофы. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Доверился приятелю в дежурную службу милиции областного центра обратился 46-летний местный житель с заявлением о пропаже денег с банковской карты. Правоохранители установили последовательность событий. Отдыхая в одном из баров города, фигурант познакомился с заявителем и предложил тому продолжить вечер уже в его компании. Когда пострадавший сообщил об отсутствии наличных, находчивый товарищ взял карту у нового друга. Заверил, купит алкоголь и вернется. После 33-летний могилевчанин ушел с чужим имуществом. А там душа понеслась. Похищенные средства он тратил в торговых заведениях на горячительное. Возбуждено уголовное дело. Военные учения, дополнительный состав и очередная прибавка. С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Форум деловых контактов Белоруссии и Китая проходит в республике. Он собрал около 250 человек. Стороны обсуждают взаимодействие в различных отраслях – от промышленности до здравоохранения. Уже подписаны семь документов о сотрудничестве. К слову, за последние 10 лет товарооборот между странами увеличился в 2,5 раза. Экспорт в три. С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения увеличение на 3%. Это около 420 рублей. Для трудоспособной части – порядка 450. Детский варьируется по возрастной категории до 18 лет. Что касается пенсионеров, то с начала следующего месяца для них БПМ установлен в размере более 300. Уровень занятости населения в первом квартале 2024 – 67,5%. Такие данные предоставил Белстат. Отмечается, безработных мужчин больше, чем женщин. Большинство граждан для поиска работы используют СМИ и интернет. На втором месте по популярности – обращение к друзьям, родственникам и знакомым. Более 200 военнообязанных, призванных из запаса, приняли участие в командно-штабных учениях. Восстановили навыки по ремонту вооружения, военной и специальной техники. Изучили новые приемы выполнения задач. В тренировке задействовали арсеналы и базы хранения. Кроме того, среди миссий-маневров стоит охрана и оборона частей техобеспечения. Белорусская чугунка в период майских праздников с 26 апреля по 15 мая запускает 96 дополнительных поездов. Курсировать они будут в межрегиональном и международном сообщениях. По территории Беларуси движение начнут 80 составов. Из столицы во все областные центры и иные направления. Информацию можно уточнить на сайте БЖД. Продажи билетов уже открыто. Заботой о здоровье населения в рамках Европейской недели иммунизации в Центральной больнице прошел семинар на тему вакцинопрофилактики. Медики заслушали доклады коллег из различных учреждений города. Речь шла об истории внедрения метода с целью борьбы с различными заболеваниями. Отметили и необходимость проведения вакцинации среди населения в наши дни. Нам хочется сберечь санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего населения. И этот семинар он как напоминание всем о вакцинации, о приоритетных задачах нашей страны. О том, что это входит в состав цели устойчивого развития. Здоровье наших детей это самое главное и это наше будущее. Иммунизация обеспечивает полноценную жизнь с первых дней и до преклонного возраста. Сегодня молодое поколение выработало неприязнь к подобным процедурам. Однако нужно помнить историю и понимать. Достигнуть эпидемиологического благополучия можно только при активной позиции каждого из нас. Благодарность за мирное настоящее. В преддверии Дня Победы в Бобруйске выплачивают мат-помощь ветеранам Великой Отечественной. Представители социальных служб будут посещать свидетелей тех страшных событий по 4 мая. Главная цель не просто вручить пособие, но и выразить благодарность. В стороне таких событий не остается и подрастающие поколения, которые с большой радостью пользуются возможностью пообщаться с настоящими героями. Приятно, конечно, что тебя не забывают, что вспоминают про тебя, что помнят, что ты еще жива. Большое спасибо всем, кто пришел, кто поздравляет всем. И желаю, чтобы был мир на земле, чтобы никогда больше такой войны не было. Чтобы люди друг друга уважали, жили хорошо. Мат-помощь в Беларуси уже выплатили 70% получателей. Общая сумма свыше 7,5 миллионов рублей. Праздник счастья 27 апреля в городском парке и открытие весенне-летнего сезона. С 11 часов планируется начало работы аттракционов. Буквально через час концертные программы творческих коллективов города. Развлекательная часть с участием клоуна. Фестиваль красок порадует собравшийся в 15 часов. А работы торговых рядов и выставки ремесленников помогут уйти не только сытыми, но и с уникальными сувенирами. Завершит день дискотека «Кветка». Вход платный 3 рубля. Развлечение найдется для всех. Приходите, не пожалеете. Время работы аттракционов ежедневно с 11 часов до 21 часа вечера. Помимо этого начнет работу новый аттракцион – 5D кинотеатр. Организаторы приглашают провести открытие сезона вместе. Небесная канцелярия обещала не подкачать. Построить жилье реально. Что предлагает государство и какие виды приобретения жилья доступны в Беларуси. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok